24 января 2022 года в школах республики началась третья четверть 2021-2022 учебного года. Но не звучат в коридорах звонкие детские голоса, не слышен шелест страниц учебников и тетради на партах. В дни карантина весь процесс обучения переведен в дистанционный режим. С целью предупреждения распространения среди детей и молодых людей нового штамма коронавируса Omicron специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 приняла решение. С 24 января школы, вузы, лицеи и учреждения профессионального образования Узбекистана в очередной раз ведут учебный процесс в режиме онлайн. Предложения об обучении в режиме онлайн в комиссию внесли Министерство здравоохранения и Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Как и в предыдущий раз, Министерство народного образования страны совместно с национальной телерадиокомпанией подготовили для учащихся с 1 по 11 класс телеуроки по всем изучаемым предметам. Трансляция уроков ведется на нескольких телеканалах национальной телерадиокомпании, а их записи доступны в телеграм-канале онлайн-мактаб, где также публикуется расписание онлайн-уроков. Таким образом, учащиеся имеют возможность узнавать новый материал, а контроль и оценку знаний ведут учителя школ. Сейчас из-за пандемии у нас идет онлайн-обучение. Естественно, что ученики, если в школу не приходят, мы должны как-то оценивать. Мне на телеграмму и личный номер они присылают домашние задания, и я оцениваю, соответственно, оцениваю, исходя из того, как они выполнили это задание. Например, вот сейчас мне самая первая прислала ученица 8-го А-класса Ким Александров. Это одна из моих лучших учениц. За прошлую четверть, что по русскому и по литературе, я поставил пятерку. Она у меня молодец. Вот даже можете сами посмотреть, тема тургенев. Посмотрите, вот я сейчас посмотрел, вот, как я им всем объяснял. Если конспектировать, то только самое важное, самое то, что имеет значение для изучения литературы. Вот, я поставлю 5-е, она молодец. В средней общеобразовательной школе номер 17 в 2021-2022 учебном году в 52-х классах обучается 1560 ребят. Занятия ведут 79 преподавателей. В условиях дистанционного обучения педагоги стараются изыскать возможности, чтобы их подопечные получили знания в полном объеме. Уровень качества обучения не снижался, а рос. В этом учебном году в школе номер 17 введена система «Кундалик-Давтар», работа с которой вызывает некоторые сложности в период карантина. Как и в других регионах страны, во время онлайн-обучения учащиеся школы столкнулись рядом проблем при загрузке домашних заданий в систему «Кундалик-Ком». На брифинге в АОК начальник информационной службы Министерства народного образования Лайла Рустамова рассказала, что в период дистанционного обучения МНО решила упростить процесс отправки домашних заданий, учитывая множество обращений родителей и педагогов. Теперь по согласованию с учениками и родителями учителя могут принимать домашние задания не только с помощью системы «Кундалик-Ком», но и через любую другую социальную сеть или мессенджер. После сдачи учениками домашних заданий учителям дается пять дней для проверки работы и выставления оценок в системе или в бумажных классных журналах в школах, где «Кундалик-Ком» еще не реализован. Что касается преподавателей школы номер 17, то они стараются наладить процесс обучения, несмотря на все трудности. Ну, уже с 24 января, как во всей республике, идет унан-обучение. Мы, конечно, этим активно участвуем, потому что дети сейчас сидят дома на дистанционном обучении. Мы, помимо телевизионных передач, мы еще с вами проводим свои уроки, в лицопросы проводим, например, обязательно презентацию проводим, если ребята не понимают, они обязательно нам обращаются. У нас есть родительский комитет, группа тоже родительский комитет, значит, есть ученические, значит, группы, которые отправляют твои вопросы, по телевизионным обучению. Добавим, что согласно решению спецкомиссии, обучение в режиме онлайн продлится до 7 февраля, то есть уже в следующий понедельник учащиеся вернутся за школьные парты.